Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас есть возможность подвести итоги уже заседания американского регулятора и в моменте разобрать, как же на это решение отреагировали финансовые рынки. Забегая вперед, скажу, что мы не получили ту слабость доллара, на которую рассчитывали, но то влияние, которое рост американского доллара оказал на рисковые активы, это то, что нам на руку. По большинству идей, по большинству активов рисковой категории рынка форек, австралиец, новозеландец, еврофунт, мы стали еще ближе к нашим целевым ориентирам. По некоторым из них, я думаю, что, может быть, до конца этой недели нам и вовсе удастся закрыться по профиту. Мы подведем итоги, безусловно, заседания ФРС, но давайте сперва все-таки рассмотрим динамику тех активов, которыми мы традиционно спекулируем. В частности, начнем мы с нефтянки, которая снова оказалась ниже 65 долларов за баррель, но особо далеко мы не ушли. 64.36 – это по бренду. Я по-прежнему уверен в том, что мы окажемся выше 65. Цель средняя, долгосрочная, ее как угодно сейчас можно назвать, но она уж точно не амбициозна. Это 70 долларов за баррель, и мы туда при текущем фоне легко можем, друзья, прийти. В частности, повторяю, что нужно сломать локальную нисходящую тенденцию, которая еще присутствует на рынке. И как раз сломать ее нам позволит закрепление выше 65. По факторам, на которые мы по-прежнему можем опираться, это снижение оставки ФРС. Рассмотрим его с плоскости того, что новая стимулирующая мера, в конце концов, должна помочь американской экономике. Но это будет видно через, скажем, несколько месяцев. Будем держать руку на пульсе. Мы, как и прочие участники рынка, следят за событиями на Ближнем Востоке, поскольку сохраняющаяся напряженность в этом регионе, безусловно, создает и сохраняет на рынке риск перебоев поставок. Это, думаю, в плане долгосрочного воздействия и мощного влияния на нефть, пожалуй, самый крутой фактор. Не забывайте ни в коем случае про Ближний Восток, даже если в моменте в средствах массовой информации, либо там, где вы привыкли добывать новости, нет ничего интересного по этому фону. Третий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это данные по запасам нефти в США. Как и на позапрошлой неделе, сначала у нас Американский институт нефти порадовал данными по снижению запасов, потом мы дождались такие же цифры и от Минэнерго США, то есть официальных данных. То же самое произошло и на прошлой неделе, и сейчас мы говорим о том, что запасы продолжают снижаться. Снижение за прошлый отрезок в 7 дней составило 80,5 миллионов баррелей. Это много, друзья. Это тенденция, она, тенденция несколько противоречит именно летнему сезону, когда обычно, традиционно мы работаем с совершенно другими цифрами. Но в любом случае, я считаю, что на этих данных мы можем легко дальше расти. Если эти цифры будут повторены через неделю, уверен, что у котировок снова будет повод зацепиться за 65 и выше. Я хотел бы сегодня транслировать еще позитив, связанный с ходом переговоров между США и Китаем, но, не знаю, может быть, этого позитива и нету. По крайней мере, каких-то серьезных прорывных итогов за встречу, которая прошла на этой неделе, я не увидел. То есть, есть комментарии о том, что они оказались конструктивными и страны согласовали необходимость возвращения к переговорам спустя какое-то время. Сейчас намечен сентябрь как следующий этап переговоров, но будем ждать. Может быть, то, что нет плохих новостей, это тоже позитив, друзья. А в этом свете, я думаю, что тогда на фон, связанный с переговором, мы также можем возлагать определенные надежды в плане роста цен на нефти. Ну и, соответственно, по факторам снижения я пока их очевидных не вижу, не буду даже выдумывать там, что есть на площадках. В целом, думаю, что очевидно, сейчас фон явно перевешивает в плане поддержки именно на сторону покупателей. Доллар иена 109.16 я предлагаю, друзья, здесь работать следующим образом. Поставить своего рода стоп-лосс на отметке 109.50, и если пар окажется выше, все-таки покинуть расположение длинных позиций по доллару против иены. Это как раз тот дуэт активов, в котором мы отыгрывали любые изменения по американской статистике и по суждениям касательно монетарной политики. Что касается итогов заседания ФРС, то ставку снизили на 25 боесных пунктов, как и прогнозировали. ФРС предпочел действительно не провоцировать волатильность, хотя волатильность была значительной. Но я думаю, что если бы решение не последовало, совершенно другие, скажем, показатели интенсивности торгов мы бы наблюдали. То есть не привык ФРС сознательно, существенно разгонять турбулентность. Это, наверное, делает ему честь. Важно отметить, друзья, то, что в ходе голосования по решению процентной ставки двое представителей ФРС все-таки высказались против повышения ставки. Это, на мой взгляд, очень сильно затруднит и осложнит задачу для Джерома Паула в последующих повышениях процентных ставок до конца этого года. Даже несмотря на ту критику, которая валится на него со стороны администрации американского президента и со стороны, в принципе, Дональда Трампа лично. Джером Паула в принципе в ходе комментариев сказал то, что мы и так знали, то, что риски глобальные, они сохраняются. Есть проблемы и внутри экономики. В частности, это очень низкие показатели инфляции. И ФРС всегда, даже еще при Джанет Йеллен разводил руками, не понимая, почему инфляция все-таки не растет при определенных прогрессивных моментах с потребительской активностью и на рынке труда. Но пока что Джером Паула также не может ответить на этот вопрос. Собственно, он повторил, что жизненно важными будут дальнейшие показатели, в зависимости от того, какие цифры будут дальше, собственно, и будут приниматься решения относительно процентной ставки. Что же в итоге привело все-таки к росту доллара? Я вот читал тезисы, детально их разбирал, друзья. Я считаю, что лишь комментарий Паула о том, что начало цикла снижения процентной ставки вовсе не означает то, что следом за этим решением последует такое же аналитичное и дальше. Может быть, этот комментарий несколько охладил ожидания участников рынка относительно того, что ФРС готов к целому циклу снижения процентных ставок. Но, опять же, я не буду противоречить тому, что я сказал, друзья. Очень многое будет зависеть от последующих данных, поэтому у нас снова как бы обнуление, перезагрузка. И мы вместе с ФРСом начинаем с сегодняшнего дня следить за статистикой. Сегодня, кстати, у нас 17.00 данные по индексу постепенного разгона инфляции и индексу активности в производственном секторе. АСМ очень важная цифра в пятницу, но он фарм перлс. Очень хороший старт. На основании этого старта будем уже дальше рассуждать о том, стоит ли ФРСу, который отвечает за американскую экономику, снова снижать процентные ставки. Пока что, если доллар будет расти, выходим из пары после тестирования 109.50 и сохраняем статус-кво. Будут сделки, будут хороший уровень, я вам еще скажу про это. Евро против доллара 1.10.44. Целая куча статистики слабы по темпам экономического роста, по базовой инфляции. Инфляция, кстати, базовая сейчас на минимум за последние два года. Это, конечно же, повышает вероятность действий Европейского центрального банка. И в итоге евро продолжает снижаться. Чуть-чуть остается до цели 1.10. Друзья, я думаю, что если мы в ближайшую неделю-две все-таки пробьем этот уровень, будем уже ориентироваться на паритетные значения. Сегодня также статистика по активности производственного сектора в 10.55, но по аналогии с прошлыми релизами уверен, что завтра мы будем с вами констатировать повторную слабость данных отраслей, что в целом также будет способствовать еще большему ослаблению евро. Фунт против доллара тоже тест уже отметки 1.21 фактически, и мы движемся к следующей цели, довольно амбициозной. 1.20, в частности, снижение фунта связано и с локальным укреплением доллара, и с сохраняющимся риском Брекзита. Мы о нем говорили уже, вероятность очень высока. Сейчас парламент ушел на летние каникулы, в сентябре вернется, поэтому никаких новых новостей мы, скорее всего, по Брекзиту не получим. То есть нас оставили как спекулянтов с новостным фоном полным неопределенности. Ну и, пожалуйста, мы его легко отработаем в плане еще большего давления на фунт. Верим, что при сохранении текущей позиции Бориса Джонсона не минуем жесткий Брекзит, который может также отправить фунт против доллара в район паритета, как, например, мы сейчас просуждали о перспективах евро. Ну и по другим активам давайте вскользь. Новозеландец против доллара 0,66, 0,6544, цель 0,65. Тоже здесь 40 пунктов остается. Сделаем в этом месяце резервный банк Новой Зеландии снизит процентную ставку и поможет нам это сделать. Австралиец такая же ситуация. Ожидание снижения процентной ставки, сохранение коротких позиций, ожидание теста о цели в районе 0,65-0,66. Доллар-канадец мы оказались выше планки 1,32. Произошло это, правда, не благодаря темпам экономического роста, а благодаря локальному росту доллара. Но ничего, если доллар продолжит укрепление дальше, то пара доллар-канадец будет как раз идти все ближе к той цели, которую мы поставили ранее. Это в районе отметки 1,33-1,35. Друзья, собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Я думаю, что хедлайнерами дня также останутся Brexit и решение ФРС по процентной ставке. Это очень крутой фундамент, который и дальше будет разгонять волатильность. Контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов, контролируйте плечо. На этом все. Всего доброго. До свидания.